Сфера жилищно-коммунального хозяйства остается одной из самых коррумпированных. Устранить коррупционные риски в системе могут помочь IT-технологии. Так считают представители антикоррупционной службы области. Для этого они провели хакатон с участием специалистов цифрового обслуживания. Встреча проводится в рамках проекта Адалда Калана. Цифровизация деятельности любой сферы намного сократит контакты граждан с должностными лицами и исключит коррупционные риски, говорили на форуме. Таковых в сфере жилищно-коммунального хозяйства предостаточно. Недавно мониторили вопросы реализации программ по модернизации жилищных условий, а также в сфере ЖКХ. В ходе данного мониторинга установлено, что в рамках гарантированных сроков подрядчики не всегда исполняют свои обязанности. Благодаря мониторингу мы получили важные сигналы от жителей и рекомендовали местным исполнительным органам взять этот вопрос на контроль. На реализацию работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства в этом году выделено 61 миллиард тенге. Это большой объем. Однако текущая система неэффективна, говорят айтишники. Цифровой формат работы позволит сделать многие процессы открытыми, автоматизированными и регулируемыми. К примеру, планируется оцифровать даже услугу уборки дворовых территорий, а также работы КСК. КСК очень тяжело заставить что-либо эффективно делать. С точки зрения этих технологий сейчас формируется огромная база данных. Я тоже участвую в этих инициативах на республиканском уровне. И, в общем-то, будет единая база данных, будут личные кабинеты, будет возможность голосовать, не выходя из дома, проводить онлайн-голосование. Это будет очень хорошо. Также там будут все параметры дома, степень его изношенности. На данный момент проведена значительная работа в этом направлении. Действует служба 109, которая дает сбор статистики и выявление системных вопросов. Есть геопортал, где содержится информация об инженерных сетях и проект по выполнению работ на заявках от населения. Как вы все знаете, на смену КСК приходят ОСИ. Это новый формат взаимодействия жильцов по содержанию своих домов. Есть очень неплохое решение. Насколько я знаю, наша IT-ассоциация отрабатывает уже эти вопросы. Очень хороший опыт уже. Сейчас мы изучаем его. С коллегами из Астана очень сильно общаемся. Там не только цифровое сопровождение, как в виде программного обеспечения, но еще и большая юридическая конституционная помощь. Участники Хакатона обсудили и другие проекты по цифровизации сферы ЖКХ. В любом случае, процесс необратим, и в скором времени этот сектор тоже будет прозрачным и доступным в пользовании.